Всем привет! В этом видео я расскажу о двухэтапной аутентификации Google. Этот защитный механизм существует уже несколько лет, тем не менее многие пользователи почему-то пренебрегают им, тем самым ставя под угрозу свои личные данные. Сейчас вы видите официальную страницу с информацией о двухэтапной аутентификации Google. Зачем это нужно? Можете почитать, как взломщики крадут пароли, чем грозит кража пароля. Я думаю, это очевидные вещи. Как работает защита? Вам недостаточно ввести просто пароль от Google аккаунта. Дополнительно вы получаете SMS на свой номер телефона или специальный код в приложении Google. И даже если кто-то узнает ваш пароль от учетной записи, то не сможет войти в профиль, не зная уникальный одноразовый код, который можете получать только вы на свой телефон. То есть процедура входа станет не такой быстрой, но намного безопаснее. Вот как раз-таки многие пользователи считают, что это лишние заморочки, проще ввести пароль, войти в свой аккаунт и не тратить лишние секунды на ожидание SMS. Тем не менее, я уже сталкивался с несколькими случаями взлома среди своих знакомых, поэтому рекомендую вам подключить двухэтапную аутентификацию. Сейчас покажу, как это сделать. В описании под видео будет ссылка на вот эту страницу. Нажимаем на кнопку настроить, вверху или внизу начать. Если у вас несколько аккаунтов, то выбираем тот, для которого хотим подключить двухэтапную аутентификацию. Входим в этот аккаунт. Первый шаг. Настройте ваш телефон. Выбираете страну, вводите свой номер телефона и выбираете, как вы хотите получать коды. По SMS или с помощью телефонного звонка. На разных аккаунтах я пробовал и тот, и другой вариант. В принципе, SMS-ки приходят сразу, ни разу не было длительных задержек. То же самое и со звонками. Но можно также выбрать и другой способ. Уведомление от Google или электронный ключ. Это небольшое устройство, которое позволит входить в аккаунт. Если выбираете уведомление от Google, то вам предлагают использовать телефон для второго этапа аутентификации. На ваше Android устройство будет приходить уведомление, где вам нужно подтвердить процедуру входа. Нажимаем отправить уведомление, для того, чтобы выполнить первичную настройку этого типа двойной аутентификации. И также на вот этой странице будет отображаться перечень мобильных устройств, где добавлена данная учетная запись Google. Если их несколько, то нужно будет выбрать, на какое устройство отправить уведомление. Я думаю, там ничего сложного нет. Давайте рассмотрим вариант с номером телефона. Нажимаем далее. Буквально мгновенно приходит SMS с кодом. Возможно, вы получите SMS, в котором будет английская буква G, затем черточка и цифровой код. Вот как раз G и черточку вводить не нужно, только цифры. Нажимаем далее. И таким образом мы проверили, что двухэтапная аутентификация работает. Мы действительно получили SMS с кодом. Осталось только нажать на кнопку включить. Ну и теперь о настройках нашего Google аккаунта. В любой момент мы можем двухэтапную аутентификацию отключить, изменить его параметры. То есть, если вы выбрали голосовое сообщение или SMS, то можно переключиться на уведомление. Собственно, нам это и предлагают, поскольку это более быстрая процедура, если у вас есть Android device. Ну и также ниже можно ознакомиться с дополнительными вариантами для второго этапа аутентификации. То есть, это резервные способы, чтобы вы могли войти в аккаунт, даже если другие варианты проверки личности будут недоступны. К примеру, у вас нет телефона под рукой, вы не можете посмотреть код в SMS. Тогда можно указать резервный номер телефона, дополнительно включить уведомления от Google. Можно создать резервные коды. Это одноразовые наборы символов, которые можно распечатать и брать с собой, к примеру, в поездке за границу, в те места, где невозможно пользоваться телефоном. Или же установите специальное приложение аутентификатор, чтобы через него получать бесплатные коды, даже без подключения к интернету. Этот вариант доступен даже для iPhone. Но иногда при входе в свой Google аккаунт на том или ином устройстве, вам могут предлагать добавить его в перечень надежных. И, соответственно, для такого устройства двухэтапная аутентификация не потребуется. Вот как раз на странице настройки профиля, в самом низу, вы сможете увидеть перечень надежных устройств. И при необходимости удалить те или иные компьютеры, смартфоны, планшеты и тому подобное. В общем, я рекомендую воспользоваться этим способом защиты, поскольку только пароль не является надежным вариантом сохранения ваших данных. Если у вас остались какие-то вопросы, можете задавать их в комментариях под видео. А если ролик понравился, поддержите его лайком, подпишитесь на наш канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Спасибо за внимание.